Музыка Почти месяц прошел со дня выборов президента. По логике вещей, кандидат, их выигравший, уже мог не только принести присягу, но и совершить первый зарубежный визит. Мог. Но вместо этого мы застряли на этапе валидации выборов. И чем дальше, тем больше возникает подозрений, что все это совсем не случайно. Что кто-то для чего-то оттягивает вступление Игоря Дадона в должность. Хороший и закономерный вопрос «почему?». Некоторые увидели ответ в сегодняшнем назначении генерального прокурора. Но в любом случае разобраться в этом, я полагаю, уже дело принципа. Вы смотрите Акчен ТВ. Здравствуйте. И я с удовольствием представляю своих гостей. Сегодня в студии у меня находится журналист, глава Бюро ТАСС в Молдове Валерий Демидетский. Добрый вечер. Добрый вечер. Политолог Борис Шиповалов. Здравствуйте. Добрый вечер. Политический комментатор Роман Михаеш. Здравствуйте. Иван, добрый вечер. Давайте вот сразу определимся, чтобы была понятна ваша позиция для наших телезрителей. Вы ощущаете некое искусственное затягивание вступления в должность Игоря Дадона? Господин Михаеш. Я просто-напросто, насколько я понимаю, от господина Дадона, то, что он выслался на одной дисплец-конференции, что он обвинил своих бывших соратников по площади, когда они вместе протестовали именно Настаса и Майя Сандо в затягивании, и то, что они атаковали в инстанциях, и не захотели даже с ним встретиться после выбора, обсудить какой-то совместный план. Вот вам и весь ответ. То есть, практически Майя Сандо воспользовалась своим правом конституционным атаковать во все возможные инстанции результаты выбора второго тура. Она это сделала. Между прочим, это ее право. Не будем ее очень строго судить, потому что это ее право. И вот мы находимся в этой ситуации, что одна из жалоб находится еще, насколько я понимаю, и сегодня в Верховном суде. Она дошла до Верховного суда, но на это отводят пять дней законодательство. Через пять дней по-любому Верховный суд будет высказаться по этой жалобе. И вот исходя из того дня, когда высказаться в Верховный суд, десять дней будет у конституционного суда, чтобы высказаться по всей процедуре. И по первому, и по второму туру, между прочим. Не только по второму туру. И тогда мы будем уже знать точно, что конституционный суд или признает Игорь Задона прецедентом, или же, как у нас был австрийский прецедент, скажет, что выборы были недействительными, что были какие-то нарушения. Вот мы находимся сейчас в этой ситуации. Я не берусь угадывать решение конституционного суда. Я не прошу. Я прошу просто, чтобы вы сказали свои личные ощущения. У вас есть ощущение, что это все искусственно затягивается? Я верю, что все идет в конституционном плане, по процедурам. Знаете, здесь все проблема. Я считаю, что здесь законодатель ошибся. И здесь, как сказать, он мог бы социалистической партией закон изменить, потому что нельзя предусматривать того, что после выборов идут иски, и только после исков не могут продолжаться и года эти иски. И, например, все иски, если есть конституционный суд, должны быть в конституционном суде. И это было бы правильно. Понимаете, как и в Румынии, и в России, и в любой стране, все иски, связанные с выборами президента, не решаются в общих судах. То есть законодательная база позволяет происходить тому, что происходит. Поняла. Спасибо. Господин Шаповалов, вы ощущаете искусственное какое-то затягивание в валидации итогов выборов? Я не то, что ощущаю. Я абсолютно убежден в этом. Потому что это искусственное затягивание выборов. Но утверждение итогов выборов. То есть тут не там будет Дадон или нет, а просто итогов выборов. Это должен принять конституционный суд. Почему? Потому что выборы признаны состоявшимися, признаны соответствующими молдавскому международному законодательству. Международные наблюдатели все, и ОБСЕ, и СНГ, и другие сказали, что все прошло нормально. То есть здесь вопросов быть не может, что конституционный суд утвердит или не утвердит. Я абсолютно уверен, что у конституционного суда есть только одно решение утвердить. Но только вот пока искусственно идет вот это затягивание за счет так называемых обращений, жалоб людей, проигравших эти выборы. Два момента. Почему? Первый момент. Во-первых, есть ряд антисоциальных решений, которые власть напоследок пытается пропихнуть. Потому что Игорь Дадон однозначно заявил, что он не утвердит, что он будет противостоять и противодействовать принятию этих решений. Прежде всего, это пенсионная реформа, это увеличение возраста выхода на пенсию. Никто не отрицает, что пенсионная реформа нужна. Но, извините, не повышать ее до 65 лет, когда средняя продолжительность жизни молдавских мужчин 64 года, это, по-моему, издевательство вообще над каким-то здравым смыслом. Это первое. Второе. Офис НАТО. Это фактически открытие посольства НАТО и разведцентра официального. Здесь у нас в Молдове. Это в нейтральной стране. Я вам напомню, что 31 марта 2016 года парламент принял декларацию о неприкосновенности, суверенитета, независимости и постоянной нейтралитета Республики Молдова. И как это сочетается с той декларацией и вот эти действия. И третье, это генеральный прокурор, то, что сегодня произошло, по-моему, не входит ни в какие демократические рамки. Ну, извините, есть уже избранный президент, но здесь уже этика, здесь уже логика. Ну, посмотрите, как это происходит в Соединенных Штатах Америки. Посмотрите, как это происходит в той же Болгарии. Я поняла. Это первый момент. Людмила, я извиняюсь. Вы уже три назвали. Я их разъявил просто. И второй самый главный. Идет искусственное затягивание для того, чтобы потом сказать, что Игорь Дадон не выполняет свои обязательства в течение 100 дней. Смотрите, что происходит. Максимум он может вступить в должность Конституции. Суд должен принять это решение. Он должен дать клятву верности. Присягу. Да, ну, присягу по Конституции положено. 45 дней после выборов. Так написано в Конституции. Это получается 27-28 декабря. То есть, в любом случае, Игорь Дадон будет нас поздравлять с Новым Годом. Но потом новогодние праздники. Потом парламент уходит на каникулы, как это положено по закону. Потом он появляется в середине марта, приступает к деятельности по большому счету. И вот вам начинается отчет этих 100 дней. И потом можно критиковать Дадона, что он что-то не выполняет, что он что-то не делает. То есть, это запланированная вот такая акция, которая направлена против, на не консолидацию общества, а на будущее противостояние, вот скажем так, вот тех сил, которые находятся у власти с новоизбранным президентом. Ну, это моя точка зрения. Спасибо. Валерий, вы как полагаете? Ну, у меня есть такое ощущение. Если учитывать, что президента Тимофти мы выбирали почти два года. Да. Да, два года. Вопреки не только законам, но и здравому смыслу. Ну, мы рекорд поставили. Вы помните, что было, да, сюда приезжали, венецианская комиссия, даже уже европейцы совестили, там, говорили, что же вы делаете, так же нельзя насиловать Конституцию. Господин Гемпу говорил о тузах в рукаве, как шугер, да, значит, самое, и все такое прочее. Все это было постыдно. Но, тем не менее, его Конституционный суд утвердил через 4 дня. Инаугурация была тоже, по-моему, через неделю. Никто не ждал, да, инаугурация состоялась через 4 дня. Да, и никто... Тогда суд Конституционный через 2, будем точны. Да, да, да. Так. Да, и никто не хотел слушать ни оппозицию, которая говорила, что вы изнасиловали Конституцию, и уже здравый смысл, и опозорились, и так далее, и так далее. Никто об этом ничего не говорил. Все было сделано, понимаете? И, так сказать, партнеры по развитию промолчали, и все было хорошо. Сейчас, я думаю, что те, кто забрасывает суды вот этими исками, иски абсолютно такие, знаете, в обиходе говорят левые, пустые, по той простой причине, что я не думаю, что правая оппозиция, проигравшая выборы с треском, хочет рассмотрения, как было голосование, потому что, если взять даже княжество Монако, где проживает 30 тысяч человек, там проживало 2000 молдаван, ну, это смех игре. И все это смешно было сделано. Если сейчас проверять, как шло голосование в западных странах, мы выясним, что там страшные вещи творились. И поэтому, я думаю, что это все наиграно, напыщено. Ну, сегодня Додон об этом сказал, что на их совести все это лежит. Я поняла. Значит, у нас мнения все-таки разнятся в студии. Тогда давайте задам вопрос риторический. Если вот так вот затягивают, то это кому-то выгодно. Вот господин Михаеш отвечал на вопрос, господин Шповалов тоже, они пытались его затронуть. Да, я сейчас прямо задаю. Кому выгодно вот это затягивание? Я думаю, что выгодно тем, кто хотел бы видеть у власти по-прежнему господина Тимовки. Наверное, кому-то очень нравится, когда президент страны в присутствии, находясь, допустим, когда с ним стоит бывший президент другой страны и говорит, что страну, которую он руководит, да, и на конституции, которую он плялся, можно ликвидировать, да, он рукоплещет, дотает гражданство, награждает орденом. Это вообще анекдот. Ну, хотел бы, чтобы Тимофти продолжал свой мандат. Получается, власть. Ну, да. Ну, они же. Нет, не власть. А кто? Я думаю, что, скорее всего, здесь правая позиция. Ну, как я могу винить власть? Вот даже если я хотел бы винить власть, да, власть мне скажет. Подождите. Есть закон, да? Согласно которому мы должны ответить на все иски. Вот когда все иски будут, но забрасывают бывшие партнеры по протестам, оппозиционеры забрасывают исками суды, а не власть. Власть-то здесь сидит, ждет. Пока все это дело закончится. Чтобы сделать все по самому. Тихонечко успевать только за это время назначить генерального прокурора. Сидя в ожидании. Люд, есть хорошая такая песня Устапа Бендера. Мне уступает я, не в силах отказаться. Я буду обвинять власть за то, что она пользуется ошибками оппозиции? Понимаете? Ну, это смешно. Понимаете? В политике даже не бывает. Можно продолжить эту цепочку, если обвинения касаются оппозиции. Вы тоже подключайтесь к нашему разговору. Ну, смотрите, вот я так понимаю, что, ну, Майя Санду, ну, господин Анастаса, да, те, которые забрасывают исками, они прекрасно понимают, что уголовные дела, на которые, ну, господин Анастаса точно жаловался, что много в отношении него, и вот так все происходит, и такой у нас генеральный прокурор, и вот он политически ангажирован, и вот они же это все говорили. И получается, что они своими руками сделали все для того, чтобы этот человек вновь стал главным прокурором. Здесь, если вы мне позволите, я могу дать вам одну, скажем так, информацию. Между прочим, генерального прокурора назначил Тимофти, который раньше не назначил плоходневка на функцию премьера. То есть это нельзя говорить, что Тимофти человек правящего альянса. Понимаете? То есть получается, что процедура... Нет, я, в принципе, этого не сказала. Я сейчас об оппозиции говорила. Ко традиции не входит, потому что кто-то пытается... Я не понимаю. Нет. Нет, пусть закончится. Вам смешно, но дело, давайте следить реально. Кто назначил генерального прокурора? Тимофти, который не назначал плоходневка премьера. Правильно? Было такое, и что? Все знают, что у Тимофти были хорошие отношения с Филатом, с ЛДПМ, и враждебные отношения до сих пор с ЛДПМ, и даже с ЛП. Так что винить эту власть, что она использовала этот промежуток времени, пока Настас и Майя Сандо ходят по судам, я бы не стал. Потому что тот же Тимофти, если бы ему не нравился кандидат, он мог бы не подписывать, и никто бы его не заставил. Смотрите, как он дрался тогда, в те времена. А он дрался? Это очень смешно. Можно я добавлю? Нет, я уточняю. Но реально, все мы говорили, что? Что происходило? Пусть закончится, человек, да. В конце концов, у нас Филипп пример, правильно? Да. Я понимаю, что у нас все заэнгажированные, всем нравится только своя правда. Но давайте объективно рассматривать ситуацию. Мы только для этого, господин Михаил, в этой студии соврались. Давайте скажем честно. Господин Тимофти возразил власти всего лишь один раз. Когда отказался назначать господина Плохотнюка кандидатом в премьер. В то же время окружение господина Тимофти сделало все для того, чтобы избежать этой ситуации. Вы помните знаменитые назначения по Гурару, по Донбассаму и так далее. Сделал это господин Тимофти по просьбе внешних партнеров. Без этой просьбы он бы этого никогда не сделал. И сделал только один раз. Во всех остальных случаях господин Тимофти все делал правильно. Я так понимаю, что у нынешней власти, у господина Тимофти, у правой оппозиции, у правой оппозиции есть определенные обязательства перед теми, кого мы называем партнерами по развитию. При отсутствии такого развития. То есть это надо провести вот эти законы, надо провести вот эти все фокусы и так далее. Ну что же делать? Тут как бы избранному президенту ничего не остается, как ждать. Ну, не соглашусь. Вот если бы был господин президент такой, сейчас вам предоставлю слово, был такой принципиальный, как вот говорит нам господин Михаэш. Я думаю так. Для того, чтобы уходя, по крайней мере, как-то попытаться остаться в памяти как человек, который именно дрался, господин Михаэш, нет, он мог хотя бы с первого раза мульгировать, понимаете? То есть он бы дал понять, по крайней мере, что у него есть какие-то сомнения. Закон предусматривает, что у нас по тому закону, по которому голосовал Додон социалистами в парламенте недавно совсем, изменили процедуру назначения генерального прокурора, да? Да. Что вы подозреваете Додона и социалистов в подыгрывании нынешнему правительству? Я подозреваю, что поправки в Конституцию, остальные изменения, это такая вещь, которую Додон со своей фракцией самостоятельно проголосовать не может. Людмила, давайте будем честными. Да, давайте. Додон очень опытный игрок, да? Так. Будучи на его месте, если бы я захотел, например, назначить президента, я бы сказал, я не буду голосовать и социалисты тоже, пока я не стану президентом, после этого мы будем рассматривать. Я бы так сделал. А он голосовал, значит, что он предусматривал, что не он будет подписывать этот указ о назначении президента. Давайте не будем укамилить. Я подозреваю, что все было как раз, давайте не будем, как раз все было наоборот, потому что когда Додон голосовал последние поправки вместе с фракцией, они касались как раз именно того, в Конституцию поправки, чтобы президент назначал президент. Шкурова, битва медведя, еще бегает по лесу, Додон еще не президент, Людмила. Нет, я говорю, он голосовал за то, чтобы президент назначал генеральную. Господин Михаилович, вы же за правду, секундочку, я вам напоминаю, что поправки в Конституцию касались именно того, чтобы генерального прокурора назначал президент, за это проголосовал Додон. По предложению Совета прокурора. Ну какая разница, почему предложению? В принципе, это касалось именно этого момента, и он не мог не проголосовать. И что вы думаете, что он не понимал, что не будет вам подписывать этот указ? Кто этому верит? Я не знаю, кто как далеко просматривал, но я вижу, что законодательный процесс и те поправки, о которых вы говорите, они голосуются не только одной фракцией. Когда Додон голосовал вместе с социалистами в парламенте за то, чтобы президент назначал прокурора, уже все шесть кандидатов прошли конкурс в Совете прокурора. Вот здесь точку я поставлю, потому что это прямое доказание, что он поднимал, что не он будет его назначать. А если бы он не проголосовал, до сих пор прокурора назначал бы парламент? Голосал бы парламент. Конечно. Так вот давайте мы не будем вводить телезрителей в заблуждение. Господь Шипова. Какая разница, правда? Да, на самом деле. Это точно. Значит, есть один момент. Я категорически не согласен насчет правой оппозиции, то, что Роман говорил и так далее. У нас нет сегодня правой оппозиции. Андрей Анастас ее уничтожил тогда, когда он лично отказался в пользу Майя Санду. Это принципиальная позиция. Те люди, которые мерзли в палатках, те, которые участвовали в протестах, были брошены своим руководителем, своей партией на произвол судьбы. А их лидер вместе с кучкой своих приспешников примкнул к успешному западному политическому проекту. И сегодня они типа оппозиционеры. Я Майю Санду в палатках зимой не видел. 20 января ее тоже не было вместе с этими. Поэтому считать ее оппозиционером – это большая ошибка. Я могу это доказать теми голосами, которые были. Сколько Майя Санду набрала в первом туре? Давайте не отвлекаться от темы. Есть у нас оппозиция или нет? Марк важный. Людмила, не надо. Марк очень важный. Поэтому можно я это говорю? Если вы будете говорить по отдельности, мы вас услышим. Поэтому здесь возникает вопрос, что фактически на сегодняшний момент это сговор вот этой правой части, новой, которая формируется, правильных европейцев в виде Майи Санду с тем правящим альянсом, который сегодня находится у власти. Правящему альянсу нужно на сегодняшний день утвердить генерального прокурора. Уже утвердили. Да, я понимаю. Уже утвердили. Потому что тот, кто утверждает генерального прокурора и управляет генеральным прокурором, он управляет всем политическим процессом у нас в Республике Молдова. Мы все это прекрасно знаем. Каким путем? Если будет время, потом мы на эту тему поговорим. Вот это самая главная причина. А Майя Санду и Андрей Анастасий будут делать то, что скажут их внешние спонсоры, которые их создали, которые их выпистывали, которые их сегодня консультируют, которые им говорят, что им необходимо делать. Сказали, надо затягивать итоги выбора. Вот они придумали эти три иска. Господин Шиповалов, должен быть у людей инстинкт самосохранения? У них нет инстинкта самохранения. Они на службе иностранных сил. Вот и все. Жестко, да. Если позволите, чтобы больше не поднимать эту тему, я согласен с господин Шиповаловым, что Майя, Санду и Андрей Анастасий не являются правыми политиками. Они центристы классические. Они могут играть и слепым. Тут уже господин Демидий сказал. Давайте я объясню, почему. Это сказал Исакор. Их, между прочим, идейный руководитель постоянно говорит, когда он выступает на журналах и на других телевидениях этой команды, что правы у нас только Михаил Гейбов в стране, в парламенте. А Майя, Санду и Андрей Анастасий, они подыграли и Додону, когда вместе выходили на площадь, и Ренату Усатому. Ну, если Санду сказал, то я думаю, мы тут все сейчас прям вот даже спорить не станем. Давайте будем говорить вещи своими именами, чтобы не путать здесь людей. Господин Михаил, я сейчас вас расстрою, потому что скажу одну фразу. Вот это все деление, о котором вы сейчас говорите, оно настолько в нашей стране является условным, что даже демократы, один из лидеров говорит, что они являются левоцентристской партией, а второй лидер неформальный выходит и говорит, что мы, они право, центристская партия. Вы уж извините, пожалуйста, понимаете, простите, потому что даже сами партийцы, многих партий, не могут себя определить в политическом степени. Мы эксперты, они игроки, мы имеем право их обсуждать, правильно? Короче, давайте сегодня назначим, кем будут демократы, и пусть слушают. Я поняла. Господин Демдетский, вам слово. Мы имеем право на мнение. Конечно. О чем говорить? Мне нравится о том, что правые в этой ситуации выглядят, по крайней мере, странно. Вот тут господин Шапабалов говорит, нет инстинкта самосохранения. Все мы прекрасно знаем, что власть избавилась от оппозиции обычным старым таким фокусом и способом. Она сказала, а давайте разберемся к геополитическим векторам. Ну что, господин Настасья и господин Санду пойдут против господина Гимпа, у которого был советником гражданина страны и страны, господин Дунгач. У меня все время возникало ощущение, когда выступал с месседжами господин Тимофти, что они тоже писались в аппарате господина Дунгача, понимаете, где-то там, за прутом. Потому что весь месседж был посвящен только одному. Вы помните, это великолепно. Прошел к власти другой человек, который видит несколько по-другому, так сказать, векторы развития. Прошел к власти человек, который считает, что необходим баланс в ситуации, когда страна расколота пополам, как показали выборы, когда у нас есть Пренестровик, Гаузи и так далее. И когда вот этот курс, который проводили эти люди, он ведет прямиком к гражданской войне. И к тому, что случилось на Украине. Вот так я именно расслабляю. Я почему поддерживал и голосовал за Додона? Потому что я понимаю, что этот расклад, этот баланс должен быть сохранен. Если этого баланса не будет, мы прямиком катимся в страшную ситуацию. Я не против людей, которые мечтают об объединении с Румынией. Они имеют на это право. Но тот человек, который говорит, что это можно сделать быстро и через колено, как у нас некоторые аферисты говорят, это преступник, бандит и враг моей страны, в которой я родился и вырос. Здесь у меня есть этот нормальный организм, потому что есть... Солидарен с такой позиции. Я говорю так. Если, например, объединение с Румынией состоит в 3300 окон, что мы должны этого ждать, что ли? Мы должны иметь правительство Республики Молдова и те унионисты, которые есть, и я экономическую часть предлагал, например, объединить Молдовский рейс с Румынским. Это идет по экономической части. Но по политической части мы должны иметь правительство Молдовы. Мы сегодня должны дать людям надежду на то, что Молдова это дееспособное государство, что можно спастись от большой коррупции, что можно воссоединить Молдову с Приднестровьем. Это надо делать сегодня. Понимаете, потому что... Что я должен делать, господин Михайлович? А сейчас я вам дам пример. Нет, если можно коротко, потому что это все-таки немножко другая тема. У меня еще по генпрокурору есть масса вопросов. По генпрокурору... Чтобы унирие эта тема бесконечна. Я вам скажу так. Господин Дадон переграл сам себя. Господин Михайлович, вы слышите мой вопрос? Потому что он голосовал в парламенте за изменения... Господин Михайлович, вы слышите мой вопрос? Вы начали говорить, что должны дать надежду. Кто должен дать надежду? Политики Молдовы, которые находятся у руководства государства. То есть власть. Власть. Это означает парламентское большинство, и президент, и премьер-министр. Я полагаю, что парламентское большинство за эти почти 8 лет уже, наверное, дало все, что оно могло дать. Понимаете? И мне кажется, что результаты, которые мы сегодня наблюдаем, это и есть результат того самого. К сожалению, вы правы. К сожалению, не только 8 лет, а 25 лет. Соглашусь. К сожалению, я права. Именно к сожалению. А когда будет плюс? Я хочу сейчас, чтобы мы вернулись к теме генпрокурора. Господин Михайлович, позову вас еще на тему унионизма. Правда, я не знала, что вы так хотите это обсуждать, обещаю. А сейчас хочу все-таки, чтобы мы распрыли. Но у нас буквально не будет. Надо сегодня говорить не об унирии с Молдовой, Молдовы с Румынии или с Россией. Надо говорить о проекте про Молдову. Как я должна сейчас перед вами отчитаться? Я поняла. Я слышу, что вы говорите. Я внимательно слышу. Спасибо. Она точно не унионист. Я знаю. Унионист с предустроем. Что-то мне кажется, да, что, по-моему, сейчас ты... Нет, вы знаете, если позвольте, Люмила, господин Сокор, который служит гуру для господина Михаеша, недавно участвовал здесь. Не гуру, а гуру Данастаса и Рассандо сказал. Да, он сказал именно так. Он недавно участвовал здесь в такой сногсшибательной... Как бы был семинар международный, да, или конференция о Кио-Ваде с Приднестровья и так далее, где выступили все наши, так сказать, правые люди, да, и высказали свое мнение о Приднестровском урегулировании. Там был господин Кандук, который вместе с господином Топиолом оказался в мячестве и оказались в голубях. Все корчали, что нам не нужно Приднестровье. Все влеклепно понимают, что урегулирование Приднестровской проблемы ставит крест на объединение с Румынией и дает шанс для того, чтобы выстроить молдавское государство. Если не будет объединения с Приднестровьем, не будет, что она Приднестровская проблема. У Молдовы нет будущего, и она действительно скатится вот в такое болото, грязь и гражданские культуры. Спасибо за мнение. Теперь возвращаю вас к теме нашей передачи. Вот у нас сегодня прошла новость о том, что еще вчера президент подписал указ. Опять ночью. Ну, вечером. Я оперирую только теми фактами, которые точно знаю, что это имело место. Вот не знаю, когда конкретно он подписал, но тем не менее, факт есть факт. Он это сделал. Я хочу, чтобы мы посмотрели на эту ситуацию с точки зрения, знаете, вот чего. Вот вы говорите, что закон не нарушается. Все прекрасно. Какой есть? Единственный прецедент сегодня в Молдове, Тимофте. Господин Михаевич. Можно я запущу вопрос, и, может быть, тогда вы поймете, на какой вам отвечать. Пожалуйста, спасибо. Да. Значит, смотрите, о чем сегодня говорит Дадон. Есть у нас понятие законности и легитимности. Да? Есть такое? Да, конечно. Я могу напомнить, что такое легитимность, да? Легитимность – это согласие народа с властью, когда он добровольно признает за ней право принимать обязательные решения. Если учесть, какой рейтинг вот у наших представителей власти, да, то дальше мы будем уже как-то все это понимать, да, вот назначение, сколько людей теоретически могло бы одобрить назначение этого генпрокурора властью и так далее, и тому подобное. Человек завершил свой мандат. Завершил он у него еще когда? В марте 16 долларов. Абсолютно точно. И вот он сейчас экстренно принимает такое решение, говорят, нелегитимное. Это первый момент. И второй момент. При вот этих вот всех назначениях возникает вообще масса вопросов, и как-то их необходимо, понимаете, как-то обсуждать, надо как-то объяснять, что за этим стояло, почему так экстренно, почему что могло случиться. То есть на эти вопросы ответа у нас до сих пор, к сожалению, нет. У вас очень простой. Какой? Дайте я вам юридическую сторону скажу, а вы уже моральную и другую сторону. Юридическая сторона вопроса состоит в том, что когда господин Додон голосовал в парламенте, повторяюсь, вместе с социалистами, за то, чтобы изменить закон, Конституцию, Республики Молдова, уже шесть кандидатов прошли в Совете прокурору. То есть до изменения Конституции. Да. Замечаете, Роман, как юрист, до изменения Конституции они провели конкурс. То есть, соответственно, когда Конституция была изменена 25 ноября, вот тогда объявляете конкурс, вот тогда создаваете, и тогда уже президент, который будет работать, должен ответить. Вот что сделал Совет прокурора, сам нарушил закон. Вчера Совет прокурора выдвинул кандидатуру. И вчера же президент ее утром. Не вчера, сегодня утром. Вот я читала вчера вечером. Вечером везде написано ночью, когда-то правительство 20 января. Подождите, сегодня утром, в 8.30, сколько там утра, был Совет прокурора. Так его представили утром, он подождали ночью. И перед этими людьми был подписан. Как правило, обычно подписывается он раз, а потом он принимает присягу. Я знаю, но мы зря спорим. Был подписан документ. Господин Михаеш, вот смотрите, когда люди, секунду, вот сейчас важный момент. Я не буду распыляться. Я спрошу просто. Когда люди голосовали за Додона, они рассчитывали на то, что именно этот человек назначат генерального прокурора? Так? Вы с вами об этом не знаете. Рассчитывали? Это только, что они не знают. То есть целая куча избирателей, извините меня, шла к избирательным урнам. Почему человек куча? Большинство избирает. Большинство, да. Большинство избирает. То есть много людей было. Они сделали это в том числе и по этому. Вводим за блуждение людей. Потому что тогда конституция не была изменена, когда голосовали за президента. Давайте будем честны. То есть у нас люди оказались в конечном итоге заблужденными и глупыми. Когда голосовали за президента 13 ноября, конституция еще не была изменена. Давайте будем честными. Давайте будем честными. То есть у нас люди виноваты. Подождите, не люди виноваты. У нас по конституции сегодня есть единственный президент. Это называется Николай Тимофтьев его зовут. Хотите в это или нет. Конституционный суд высказался в отношении президентов, которые исполняют обязанности. Они имеют все полномочия действующих президентов. Господин Михайлович, а политика должна подразумевать такие понятия, как мораль, честь? А при чем тут мораль? Я не могу понять. А не, ну как при чем? Когда команда одна уходит. Вот я сейчас вам приведу один пример. Возможно, вам будет проще понимать. Вы понимаете, что вы собраете Ладона. Вот вы представляете, секундочку. В Соединенных Штатах, кроме президента, нет должности почетнее, чем судья конституционного суда. Они назначаются вообще по жизни. В Соединенных Штатах нет конституционного суда. Но это нечто сходное по этим... Там, Верховный суд. По этим, Верховный суд. Но по свойствам, так, чтобы было понятнее вам. Я уже так вот упрощаю. И смотрите. Вы представляете себе, что сейчас вот этих судей назначал господин Обама? Людмила, я просто хочу внести маленькую фрагу. Давайте мы не будем забываться, потому что мы еще дойдем до той ситуации. Вы представляете ситуацию, что посол Молдовы в Штатах зашел в президент, кто-то сел во главе стола и сказал, кого назначать, чего назначать, кого в премьеры не выдвигать и так далее. Ну, пока слабо верится. Или как это происходит на Украине. Допустим, когда приезжает Байден, садится во главе стола, а все они садятся. Или там Маккейн звонит и говорит, кого там делать премьерам. Или когда Нулан говорит, что сделаем премьер Мюценюка и так далее. Так происходит в банановых странах. К сожалению, я сегодня тоже читаю, господин Воронин пожаловался послу Японии. Я сегодня не представляю, чтобы Оланд, Меркель или Обама позвали посла и жаловались на ситуацию в стране. Посол обычно представляет интересы другой страны. Я не представляю страну, где МИД получает зарплату в иностранном посольстве. Приходит туда и получает зарплату. За это надо еще сажать. Знаете, по большому счету, если дипломат, который должен защищать интересы страны, получает деньги у другой страны. Мы живем, как говорят, на одном телеканале, в Царе-де-Минуне. Знаете, чудесная страна. И вы хотите после этого... Вы никогда не задумывались, почему парламент в 2007 году сожгли за 5 минут, а почему сейчас вошли в парламент и дальше не пошли? Парламент сожгли в 2009 году. А сейчас зашли и дальше не пошли почему-то. Потому что отмашки не было. А потому что господин Усатый говорит, что тогда они... Господин Усатый держался от парламента очень далеко с своими людьми, потому что он знал, что его первого посадили. Вот хорошую речуку вы сейчас, Валерий, так толкнули. На самом деле, красиво сказали и правильно. Поэтому давайте мы не будем говорить. Мы сегодня, к сожалению, находимся под внешним управлением. И таким позорным внешним управлением. Когда мы не решаем, а определяют другие люди. Но понимаете, у нас есть шанс, когда появляется этот баланс, все равно он изобретает президент, появляется механизм власти, когда можно будет хотя бы проводить хоть какую-то политику в интересах этой страны, а не в интересах тех, кого называем партнерами по развитию. За 25 лет мы с этой политикой дошли до ручки, что мы не можем выйти на уровень 80-го года. Мы половину населения выгнали из страны. И тем не менее, половина таких негодяев, таких неправительственных организаций, которые работают на завуалированные фонды на деньги иностранных правительств, убеждает нас в том, что нас будут делать процветающую страну, чтобы с нами поменяться местами. Даже соглашусь, понимаете, но, конечно, вы правы. Но если не задавать те вопросы, которые задаю сейчас я, я пытаюсь людей заставить думать, что, знаете, бывает и по-другому. И самое обидное в этой ситуации, что этих нюансов не замечают как раз те, которые каждый день призывают нас жить как там же. Как в Европе, как в Штатах. Аргумент, по вашему вопросу буду указан, про прокурора генерального. Не по-другому. Сейчас моя усилия. Нет, только одну фразу очень важную. Одну. Я считаю, что есть сила, которой мне нравится, что господин Хорожин, будучи его генерального прокурора, пересажал кучу судей, кучу разных начальников. Хоть одного назовите. 15 судей сидят, чтобы не знать об этом. Они не сидят. Они задержаны под следствием. Их завтра выпустят. Куча таможенников. Это первый генпрокурор, который начал борьбу с большой коррупцией. Я считаю, что это один из мотивов, почему и господин Тадон, и те же Тестас, и все хором начали сейчас против него кричать и орать. Дайте ему поработать. Вы видите, что кошка ловит мишель. Пускай он работает. Зачем? Какие у вас доводы профессиональные против этого человека? Я обещала господину Шаповалову. Я прошу прощения. Да, пожалуйста. Избавь, Господи, мой дом от таких кошек, которые ловят не тех мышей. Или ловят их по чьей-то указке. Когда история Молдова-то такое? Значит, давайте разберемся все-таки с тем, что у нас произошло. Вот смотрите, 16 марта истекли полномочия у президента Тимофти. Он исполняющий обязанности. Прошли уже выборы нового президента. Они признаны всем международным сообществом. Признаны Центр-Избирком. А осталась обычная формальность, вот эта чисто юридическая, которая. То есть он все равно будет президентом. Здесь просто есть этика взаимоотношений политических сил, политических руководителей в стране. Ну я же пыталась задать вопрос о морали, о политике. Нравственные какие-то вопросы, моральные вопросы. Все, ты уже ушел. Все, ты уже никто. Почет тебе, пенсии, до свидания. Сиди дома, ты сделал свое дело или не сделал свое дело. Но относись с уважением к тому народу, который выразил свою волю. Вы правильно, Людмила, говорили. Есть понятие легитимность. Легитимный сегодня, единственный легитимный руководитель в стране, это Игорь Дадон. Которого избрал большинство народа. Больше 835 тысяч голосов он получил в честной борьбе в двух турах. Ну о чем тут еще говорить. 94% населения ненавидят этот парламент. Это последние социологические данные. Если будет спор, уже понятно, народ чью сторону займет. Теперь с этим, с прокурором. Ну вы меня извините. Я не понимаю такие выборы. Собралось 12 его подчиненных. Высший совет прокурора. Подчиненных Харунжина. Раскинулись, выбрали, своего шефа выдвинули. Теперь давайте будем разбираться. Где эти 6 человек, которые участвовали в этих выборах. Зачем людям очки втирать. Это 3 заместителя. Генерального прокурора вместе с Харунжиным. Это прокурор Кищенева. Это прокурор по борьбе с коррупцией. И одного из сектора Кищенева. Я не помню, Чекана или Чендру. Ну попросили, слышь друг, массовку нам создай и все. И вот они собрались. Типа был конкурс. Я понимаю, если бы хотя бы формально другого выдвинули. Нет, выдвинули своего шефа, босса. Генеральные прокуроры. Они выдвинули. Ну подождите. Закон был принят о изменении Конституции. Под давлением внешних партнеров. В феврале 2016 года, если мне память не изменяет. 13 ноября состоялись новые выборы. Избран новый президент страны. 25 ноября парламент рассматривает этот вопрос. Все социалисты, да, я согласен здесь с Михаэшем, голосуют как в нормальной стране, в порядочной. Что правильное изменение прокурор должен быть. Так оно в законе написано. То есть они попадаются на вот эту, оказывается, это просто политические шулеры тех, кто сидят в парламенте. Тех, кто пытается обманом сегодня. Не пытается. Они уже утвердили генерального прокурора. Именно вот таким вот образом. Вот в чем проблема. Вот в чем проблема. То есть это все непрозрачно. Это нечестно. Это в конце концов неэтично и непорядочно. Благодарю вас. Плюс совет прокуроров. Сколько их там? 16 или 12 человек. Ну извините, они все из той системы. Какие они борцы с коррупцией. Я перевожу сейчас то, что вы хотите сказать. Вы сейчас говорите о такой вещи, о которой у нас в Молдове говорить в принципе не принято. Вы говорите о таком понятии, как репутация. Естественно. Вот вы говорите, господин Михайлович, что вот, дайте ему поработать, он будет ловить мышей. Особенно 3 миллиона. Но когда репутация генерального прокурора уже сейчас подвергается сомнению. В последние полгода заработала прокуратура. Я могу подозревать, что здесь есть сговор. Она заработала. Конечно заработала. Вот эти по количеству арестованных. Поняла. Я сейчас вам предоставлю слово, обещала господин Михайлович. По делу Филат уже получил свое, будет сидеть в бывший премьер-министр. А некоторые вам скажут только потому, что он политический оппонент господина Плохотнюкова. А, вы так считаете, да? Я говорю вам, что очень многие так считают. Дело даже не в том, что я считаю. Понимаете? Но очень многие люди убедены, что он именно там находится именно поэтому. Хорошо, давайте господину Демидетскому мы предоставим слово. Вы со мной еще поспорите. Давайте я накал сниму, расскажу анекдот. Человек проносит в магазин шарик и отдает его. Ему спрашивают, а что вам не нравится цвет? Говорит, нет, нормальный красный цвет. Может размер? Ну нормальный размер. Может он дырявый? Нет, нормально, воздух держит. А в чем дело? Говорит, не радует. Понимаете, вопрос в чем? Я соглашусь с господином Шаповалом. У меня нет претензий. Я не знаком с господином Харунженом. Может быть, действительно он блестящий специалист и хороший, и так далее. Но я бы на его месте, может быть, не согласился утверждаться вот таким образом в темную. Понимаете? Втихаря. Потому что если я хороший специалист, и мне нечего бояться, мне нечего выйти и сказать, что да, действительно, я обещаю. Кстати, вот я господина Блохотника уважал, когда он вышел на лестницу возле оперного театра. Он сказал, я хочу взять на себя ответственность. Это мне вызвало уважение искренне, да? Что он не прячется там где-то в тени, дергая за ниточки. А вышел, сказал, я готов стать премьер-министром и возглавить страну и отвечать за все. Вот я люблю таких людей. Вы правы, Людмила, есть такой вопрос о репутации. Из этой репутации на Западе, в цивилизованных странах, скажем, уходит в отставку. Как бы ушел Ричард Никсон после Утергейта или другие. Люди понимают, или Гельмут Коль блестящий после скандала с финансированием партии и так далее. Люди понимают, что с такой репутацией дальше нельзя. У нас, к сожалению, вопрос репутации сброшен. Почему? Мы утверждали это правительство в темную. Помните, втихаря. Я даже не услышал, а что это правительство хочет делать? Понимаете, за пять минут что-то там было сделано по-быстрому. Раз, два, ночи повели к Тимофте. Тимофте стоял перепуганный, знаете, при этих фонариках и так далее. И то же самое сделали с утверждением прокурора, который господин Михаил говорит, что он должен бороться с коррупцией. Но если утверждение даже прокурора и все эти вопросы вызывает у людей сомнения, понимаете, есть такая вещь, как репутация. Понимаете, вот то, о чем говорил Жеглов, да, мы не имеем права шельмовать, потому что на нашей стороне закон. Да, мы можем подложить кошелек, мы можем какую-то гадость сделать, которую мы видим вокруг, но мы не имеем права шельмовать, мы государство. Понимаете, меня бывшие руководители этой страны, которые когда-то работали в ЦК, встречают, они такие уже пенсионеры и так далее. Они мне спрашивают, что эти ребята делают, они с ума сошли. Так нельзя, власть это что-то такое, знаете, святое, так нельзя с властью обращаться. Да, конечно, можно еще ввести смешанную систему, можно еще несколько таких кульбитов, встать на ноги и так далее, и так далее. Но это не вытащит страну оттуда. Мы должны серьезно подумать о том, что наша страна очень тяжело больна и всякими, извините меня, вот этими тузами у рукавах порядок не наведешься. Соглашусь. Господин Михаеш, говорите о репутации господина Харунжина. Так, как очень правильно высказал господин Демидетский, здесь не ставится под вопрос именно человек или профессионал Харунжин. Ставится под вопрос процедуры, которые произошли, да? Я так понял? Нет, вы неправильно поняли. Он говорил о репутации господина Харунжина. О репутации именно господина Харунжина вы сказали? Я не заметил этого. Роман, понимаешь, когда вот это все происходит таким образом, да, мне убедить человека на улице, даже если я хотел бы защитить господина Харунжина, что он не человек по Сталине защищать не интересы общества, государства, а интересы определенных политических лиц, мне будет сложно. Он не ответит, скажет, а почему-то он приходит к нам прячаясь, понимаете? Это было в его пользу сказать, что я хочу быть утвержденным с новым президентом. Он мог принять к Дадону, сесть за стол и сказать, господин Дадон, давайте вместе наводить порядок. Да, вы там придержитесь, может, других политических зрений. Это было еще не президентом, уважаемый, куда вы зашли? А если какая-то ссорность Дадона не утвердит, о чем вы говорите, уважаемые? Можно было подождать. О чем вы говорите? О чем вы говорите? Нет Дадона? Нет президента Дадона? А вы бы хотели, как вы меня спрашиваете, если бы Михаеш? Что? О чем мы говорим здесь? Господин Харунжин был полгода или сколько исполняющим обязанностей. Если он пробыл бы еще 3-4 недели исполняющим обязанностей, страна бы не рухнула, поверьте мне. Еще бы три судьи сели бы за стол. А мы, понимаете, устроили даже этот конкурс прокуратуры примерно так же, как мы устраивали тендеры с тухлыми курями. Всему свое время. Когда приходят 4 компании от партии и начинают жаровать на каком-то определенном участке. И делают вид, что и был тендер. Давайте зададим Михаешу. У нас есть конституция Республики Молдова. Есть президент единственный на данный момент, нравится кому-то или нет, называется он Тимофтий Николай. Ему представили кандидата согласно закону. Господин Михаеш, мы о репутации господина Харунжина сейчас говорим. Репутация господина Харунжина никак не пострадает из-за того, что его назначил Тимофтий. Даже те, кто очень тяжело это узнавал, уже узнали. Уважаемая Людмила, я жду господина Харунжина. До сих пор мне нравится, что за полгода они там делают прокуратуры. Они начали реально бороться с большой коррупцией. Потому что я всегда говорил, не надо ловить профессоров и медиков. Это что они там за 100 долларов, что нечего кушать, берут у пациента. Сейчас начали бороться с большой коррупцией. Пересажена куча судей. Между прочим, это дело по 20 миллиардов, о которых много говорили в прессе. Вы говорили, я говорил, вас комментировал, помнится по этому делу. Начали сидят 15 человек по этому делу. И, между прочим, судей. Это нямо никакого отношения к Молдове не имеет. Это не наши деньги, которые... Это ваша точка зрения? Это ваша точка зрения? Это вообще международная авантюра. И этих людей, которые... Куча таможников пересажено. Закрыли, находятся последствия. Куча таможников пересажено. Не пересажено, а задержано. Пусть человек скажет, я потом скажу. Подождите. Мамамы есть, как вы говорите. Писанет многое понятно. Я вас слушал. Мне этот спор напоминает. Баке де экономии у нас проходят бывшие примеры. Бывшие короли теневого бизнеса СНГ. Короли Безнала и так далее. В том числе Платон, Шора и все остальные. Да они молдавские все. Извините? Господин Михайлович, я поняла. Я хочу, чтобы вы рассудили по делам. Вы считаете, что у нас сейчас классная такая прокуратура, которая боролась в это время. И вот одна незадачка у нас. Вот одна только. Когда у людей спросили по итогам. Я подозреваю, Люда, я подозреваю Додона, что он хотел поставить своего карманного прокурора. Я знаю его фамилию, не буду сейчас говорить, потому что я спрошу Додона, потом я с тобой угадал. И поэтому он против Хармужина. Все поняла. Это новая версия. По-моему, Додон ничего не говорил против Хармужина. Нет. Додон говорил против системы. Можно я отвечу одно предложение? Против системы. Я хочу сказать только успеть сказать одно предложение. Вот Господин Михайлович так пламенно говорил, какие у нас успехи в борьбе, как у нас посадки появились, черт возьми. Все разбивается в одну вещь. Вот то, о чем вы говорите, пытаетесь убедить. Народ никак не убеждается. Потому что я беру данные последнего опроса. И когда народ спрашивает, как вы оцениваете борьбу с коррупцией, и там катастрофические цифры. Наши люди пишут, что никого борьбы нет. Они говорят, что катастрофически у нас самая коррумпированная страна. Если бы этот титул не присвоили Украине, что-то мне подсказывает, то присвоили бы нам. Так, по минутке вам еще предоставлю. Время уже совсем вышло. Меня скоро будут ругать. Господин Демидович. Я далек от мысли, что с коррупцией бороться. Вы знаете, в коррупции умрет тогда, когда умрет последний человек на этой планете. С ней нужно бороться. Но победить ей невозможно. Но бороться нужно. И приспевают, конечно, те страны, которые ведут борьбу. Но борьбу системную. Невозможно бороться с коррупцией какими-то мерами, назначениями и так далее. Это должна быть система. Понимаете, очень сложно, допустим, заставлять какого-то чиновника мелкого, да, или какого-нибудь там, не продавать, не кормить детей тухлыми курями, когда он увидит, что правящие большинство в парламенте создано, вы знаете, как, да? Все цифры были и все прайсы опубликованы. Вот, простите меня, невозможно вот таким образом бороться с коррупцией. Власть должна понимать, все дело начинается, вы правильно ли мило заметили, с репутацией. Никто меня не заставит как бы не договориться с полицейским, когда я знаю, что можно смахлевать на самом высшем уровне. Понимаете, они этим там занимаются, к сожалению. Спасибо. Господин Шаповалов. К сожалению, в нашей стране на сегодняшний день политической культуры нет. Это ярко видно. Просто должно быть взаимодействие какое-то между властями. А тут пытается просто одна власть, которая находится реально у власти, вот это парламентское большинство, которое за семь лет окончательно убило нашу страну, как-то помешать новому президенту войти нормально в роль, нормально выполнять свои функции. Взять его в клещ. Вот. А его пытаются, да, взять в клещ и пытаются подставить какие-то ножки там, ну, в общем, мешать, вызывать на какую-то конфронтацию и так далее. Они просто, наверное, реально сами не понимают. Я еще раз говорю, я говорю цифры последние, те, которые у нас прозвучали, это 94% населения не доверяют парламенту Республики Молдова. И поэтому я абсолютно, как гражданин этой страны, поддерживаю позицию партии социалистов в том, что главная задача сегодня – досрочные выборы. И все, что эта власть делает, она приближает сама эти досрочные выборы. Благодарю вас, господин Михайлович, вам минутку. Очень коротко я скажу так, что я считаю, что господин Дадон, если станет президентом, он должен начать мандат свой с того, что он обратится к народу и покажет, какие он хочет позитивные дела сделать для страны. Если он споткнется к генеральному прокурору, как господин Филат, дайте вам напомнить, господин Филат боролся 4 года за генерального прокурора, чтобы он и было сначала. За нее голосовало. Подождите, программа президента, мы должны ее еще услышать. То, что было одно сказано по горячке или было обещано, мы знаем, как наши политики. Время, господин Михайлович, да. Я уверен в том, что все эти дела, все конфликты надо решать посредством переговоров, консенсусом. Будем надеяться, что после того, как он станет президентом, он будет консенсусным президентом. Я благодарю вас. Начали мы с одной темы, закончили все-таки, каким должен стать господин Додон президентом. Тоже имеет право на жизнь такая тема. Каждый на самом деле увидит своего лидера и наделяет его определенными качествами, которые, например, ему импонируют. Это, наверное, совершенно правильно. Второй Морбачев, а он был Горбачевым? Да, хорошим. Это был не Путиным, а Горбачевым. Давайте он будет Додоном. Да. Не Путиным, не Горбачевым. Да, Молдавский. По стилю, по стилю. А давайте он будет Додоном. Про российский? Он скажет, что он про российский. Пускай будет про российский, но будет Кирилл Горбачевым. Господин Михайлович, я думаю... Молдавский. Теперь в отношении этой ситуации. Благодарю вас за эту беседу. Видите, какие у нас с вами были страсти в этой студии. Это говорит о том, что тема действительно волнует. Потому что уже как-то даже стало неприлично. Выбор закончил тогда, когда конец голоса вынесется. Все это, господин Михайлович, можно я закончу? Я вас выслушала. Это становится уже смешным, и мы будем надеяться на то, что как-то в ближайшее время это все разрешится. Вы знаете, разрешится в ближайшее. Потому что если уже и генерального прокурора назначили, то говорят, что уже очень близко конституционный суд соберется, и суды закончатся, и все будет замечательно. Правда, господин Михайлович? Да. Я надеюсь. Спасибо вам большое. Тем, кто смотрел программу «Дело принципа», я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин